Эван Хэддетт – коренной американец из Бостона. За ситуацией на родине наблюдает издалека. В Москве он уже три года преподает английский язык. Бюджетный кризис в Штатах Эван объясняет как следствие постоянной битвы республиканцев и демократов. Их разборки все чаще стали отражаться на простых американцах, живущих в глубинке. Многим нечем платить за квартиру. Об излишествах речь уже не идет. Ну, конечно, у нас очень упрямое государство. И именно никто не знает, что будет. По-моему, ничего не будет. У нас две партии. Республиканцы, демократы. Да, да, да. Это большая шутка уже. Раньше в Америке было много, много, много. И в основном у нас должны быть много партий. А вот что касается рядовых американцев, они поддерживают кого-то там, республиканцев или демократов? Или это уже какое-то отношение такое в форме шутки, действительно? Да, это уже шутка. Это уже шутка. То есть больше негатива, чем позитива? Очень негатив. Особенно к президенту. 30 сентября для Америки стало очередным роковым днем, затянувшимся на неопределенный срок. Для 800 тысяч госслужащих. В стране частично остановилась работа федерального правительства, поскольку законодатели в Сенате и Палате представителей так и не смогли согласовать бюджет на новый финансовый год, наступивший 1 октября 2013 года. За чинщиками вынужденного отпуска сотен тысяч людей стала партия республиканцев, которая настаивала на отсрочке медицинской реформы, ссылаясь на некие непредвиденные расходы на эту программу. Президент Обама и партия демократов ответили республиканцам отказом. Неудовлетворившись ответом и ссылаясь на те же самые расходы, партия чайников решила саботировать принятие бюджета на следующий год. В итоге с 1 октября в стране перестают работать музеи, отключается парламентский аккаунт в системе Twitter, в паспортных столах нет персонала. Больше 50 национальных парков США одновременно закрылись для посетителей. В Вашингтоне каждый потерянный рабочий день оценивается экспертами почти в 200 миллионов долларов. Некоторые интернет-сми сообщают, что госслужащим строго-настрого запретили приходить на работу и пользоваться служебными телефонами и электронной почтой. Дошло даже до того, что в одном из крупнейших американских мегаполисов госслужащих бесплатно кормят бургерами. Правда, по предъявлению специальных документов. Но что будет, если ситуация затянется еще на несколько недель? Как людям расплачиваться по счетам, платить за съемное жилье? По подсчетам экспертов, 3-4 таких недели обойдутся американской экономике примерно в 55 миллиардов долларов. К примеру, это сопоставимо с годовым бюджетом Баварии. Рядовых американцев эта ситуация не устраивает. Растет негативные отношения и к правительству, и даже к президенту. Вообще, любимое слово в Америке – это кризис. А если их слушать, то у них кризис везде и постоянно. Поэтому к этому надо относиться очень осторожно, к этим словам и оценкам. Американцев свой менталитет очень, значит, такой индивидуалистический. Они не любят государственное вмешательство в экономику и в социальную сферу. Но, тем не менее, постепенно этот процесс идет. И мы видим, что в Америке, как и в Европе, государство берет на себя ответственность все большую и большую за разные сферы общественной жизни. Чем дольше американское правительство будет парализованным, тем хуже для него, считают эксперты. 17 октября должен решиться главный вопрос – повышение лимита государственного долга. Если Конгресс не одобрит повышение, крупнейшая национальная экономика в мире окажется неплатежеспособной. И наступит дефолт. Впрочем, такой сценарий маловероятен, считают банковские специалисты. Дефолт маловероятен. Но если произойдет как такого, это будет иметь огромную цепную реакцию на рынках, это окажется. Потому что казнические облигации США, они самые торговые инструментами в мировом плане. Самые высокодоходные бумаги стали сокращать свои позиции инвесторы. Поэтому мы видим некоторые негативные движения на рынке. Но в общем, не воспринимается, как действительно реальная серьезная угроза. То есть такого массового обвала котировок мы не наблюдаем. Такая преддефолтная ситуация складывается в США не в первый раз. В истории Америки было уже 17 аналогичных случаев. Последний из них произошел еще при президенте Клинтоне в 1996 году. Тогда временный отдых правительства продлился почти три недели. Ничего страшного тогда не произошло. Что будет на этот раз, узнаем 17 октября. Ярослав Ярославцев, Алексей Аносов, телеканал 1612.